Здесь где опасный участок? Это без сапога. Просто? Мощно! Это очень мощно! Ну что, всем привет! Сегодня новый влог о планетике Драйв. Сегодня мы будем рулить настолько эксклюзивный аппарат. Это Гелик ГАД. ГАД Моторс это немецкая тюнинг-компания. Она занимается только внутрянкой. Самое интересное, что это симбиоз нескольких компаний. Этот автомобиль, это творение Брабуса, ГАДа. И когда-то здесь еще стояли диски Менсори. То есть, понимаете, там одно на другом, на третьем и на четвертым. Короче, у меня эта тачка вызывает максимальное уважение. Вау! 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 Это что сейчас было? Вот такая небольшая тучка! Да... А craоль interface! Как громко! Да, у меня просто, мне нужно пируши было с собой взять, чтобы я смогла нормально слушать твой блог. ЦЛС немного офигел от звука. Там был въезд! Вот еще один. А, ну вот смотри, как раз ряд машин. Я думаю, если встать перед ними прямо и погодовать. Вот прямо тут можно. Там пока испугалась немного. Все, он не может успокоиться теперь. Интересно, это вот ладо? А, это вот менталь. Что мы творим? На косящу, а теперь уезжаем быстренько. Давайте послушаем выхлоп тысячесильного лелика. Нажимаем активный выхлоп. ГАД МОТОРС ГАД МОТОРС Это чинин-компания немецкого происхождения, которая базируется в Штутгарте. И она занимается только внутрянкой. То есть никаких обвесов и салонов она не делает. Поэтому салон, это салон под заказ в стиле Брабус. Вообще в салоне изначально салон был обычная кожа вместе с крокодиловой. Вот она вот везде вот, где вот эта перфорация была крокодиловая кожа. Сейчас салон стал менее экстравагантным. Видимо, этот выпуск мне будет надо перекричать этот выхлоп, но я постараюсь, конечно. В общем, изначально салон был с крокодиловой кожи. Тут все в алькантаре. Даже есть зеленая строчка. Зеленый цвет это... А, аккуратно! Зеленый цвет это цвет ДАДА. То есть, изначально, ну, как бы такой цвет компании. Поэтому даже зеленый цвет идет в обивке, вот строчке, которая идет по дверной карте. Еще отличительный момент этого автомобиля, это количество карбона. Тут просто неимоверное количество карбона. Вот здесь, в этой ручке. Потом даже в контроле электропривода сидений. Здесь карбон. Здесь карбон. И даже на спидометре и тахометре там тоже карбон. Вот при горке. Абдулла дал мне любезно снять этот автомобиль, так что все большие благодарности ему за этот съемочный день. Скажи, пожалуйста, когда ты купила эту дочку? В конце февраля. В конце февраля. За какую сумму? Шесть с половиной. За шесть с половиной. Но мне кажется, что для такого автомобиля эта цена очень даже... Ну, она ниже, чем должна покупаться. Да. Это очень мало. А почему так тогда получается? Ну, так досталось и могу. По счастливой случайности? Да, по счастливой случайности. Ну, я могу сказать, что ты большой безунчик, если тебе она досталась в таком состоянии. И причем настолько уникальный автомобиль за шесть с половиной миллионов. Работы какие-то есть? Ну, как ты в курсе? Как я ее купил, я на второй третий день, я не помню, приехал в БГТ, устанавливал андроид-систему. И вот, больше пока доработок нет. А планируешь что-то делать? Ну, планирую установить, опять же, в БГТ задние мониторы, андроид-систему. Давай для БГТ рекламу сделаем. Реклама в БГТ, так, смотрите, все отлично работает. Все работает, все четко. Даже музыку можно из бума слушать? Круто. Конечно. А тут еще не родная стоит акустика, не от Мерседеса. Нет, не от Мерседеса, тут акустическая система Helix. То есть, полностью она сделана. Насколько мне передавали информацию, около 2,5 миллиона потратили на акустику. Только 2,5 миллиона на акустику? Да. Если такие деньги ушли на акустику, то в общем и целом сколько денег? В общем и целом, насколько я владею информацией, на эту машину потрачено изначально, как бы, около 40 миллионов. 40 миллионов. 40 миллионов на эту тачку? Да. 40 миллионов. Ребят, насколько я владею информацией. Ну, это очень важное уточнение. 40 миллионов на все. То есть, фактически, как я понимаю, как я представляю, наверное, здесь остался от Гелика только общие черты, то есть каркас тачки. Тут даже, по-моему, двигатель переразобран, переделан. Новый двигатель стоит совсем по-другому. Это чисто вот как раз-таки двигатель ГАДА, и он на 5,8 литров даже, а не на 5,5. Да, 5,8. Разгурив. Ну, если прям... Лихачить, да? Да, лихачить. Полный бак на 2 дня максимум. Это примерно километров 200. Максимум 200 километров. Эта тачка в обслуживании просто нереальная, да? Да. Заклепка Бравуса стоит. Я даже вижу, что у тебя на педали тормоза и, наверное, газа тоже... Да, да. Бравус! Просто он везде. Он просто вездесущий. За 5 лет машина наездила 15 тысяч. Тачка, она внушает, по твоему мнению, вот, какую-то суровость? Да. Страх? Да. И ты ее купил именно поэтому? Ну, знаешь, я вообще планировал купить глинбаген. Только, ну, такой фаршированный. Обычный глинбаген. Бывали там, в случае, как говорится, как это был светом. Но вид грозный, очень грозный имеет. Да, вид грозный. Причем цвет только один такой. Другой глинбаген в этом цвете нет. Ну, что я знаю. Не просто хаки цвет, а у него как будто он с примесью чего-то. Вау! Ну, это не X5M, конечно. Ну, да. Он еще так, вау! Как-то делает такие вот звуки очень странные. Когда давление, не знаю, там, впуск-выпуск. В потоке на нем не погоняешь, чтобы по прямой. Он перестраивается очень плохо, да? Да. А керамика хорошо здесь нормативная? Да, кстати. А у нас же здесь где-то керамика стоит здесь, да? Тут, во-первых, 22-е диски стоят. 22-е, они в круг стоят сколько? 5 таких информаций, которые я обладаю, около 700-800 тысяч рублей. 800 тысяч за диски. Если, не дай бог, какой-нибудь бордюр помнет эти диски. Ты уже помял один? Серьезно? А как ты так? Где ты умудрился? Ну, это у меня болезнь такая. Залезать на бордюры? Да. Тут даже ручки из карбона. Выхлоп. Это не простой брабовский выхлоп, а это выхлоп увеличенный. То есть, посмотрите. 22-е диски. Керамика. Цвет специальный. Крышки нету, потому что владелец хочет поставить другую решетку там спереди, поэтому он немного без крышки сейчас. Воздухозаборники тоже из карбона. С этой стороны тоже решетка. И везде, просто везде написано трабус. Вот. Да, вот, короче, сейчас сетка хромированная, и он хочет ее поставить вот так. То есть, он хочет поставить сетку, как от нового гелика. Зачем тебя противотуманны? Они так были, неясно. Но ты, в принципе, считаешь, что это к его образу подходит? Очень хорошо. Тебе нравится? Да. А ты рассказывал, что у тебя какие-то проблемы с полицией из-за этого? Ну, они думают, что они это стробоскопы именно. А, что это как... Которые мигалки вот такие. Типа как у скорой помощи? Да, да. Ну, у скорой есть... Хорошо, я сравнила. Да, они думают, что это стробоскопы, которые запрещены за помню. А как ты доказывал, что это не они? Включал, показывал, как мод доказывал. Да. А к тебе твои диски вообще? Хорошо сидят? Вот эти? Да. Отлично сидят. Ну, за 800 тысяч они хорошо сидят. Делали где? В Штуткарте или где? Делали вот этот. В Штуткарте. Я там связывался с ним с Гат Моторсом. Его отвозили туда, делали там. Тестировали тоже его там. Максимальная скорость, которую на ней развили, 307 что ли километров. 300 на нём? Именно вот на нём? Да, именно на нём. Возвили 307. При хорошем зацепе, при хорошем зацепе, говорят 3,3 секунды до 100. А стабильно 3,5. 3,3 секунды до 100 вот на этой махине? Да. Ничего себе. Г matter, он очень лёгкий. Он очень лёгкий такой рэппел. Сколько у тебя уходит неделю на заправку? Люди ты ездят регион。 Так, ну если суммировать это всё, будет 40000 в месяц на заправку. Мальчик немного в афиге. 200 620 240 Ничего себе 250 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 на гелике Это нечто Я желаю каждому, кто вот по ту сторону экрана сидит Ощутить это вместе со мной Блин, очень качает его Просто вот так вот качает Трясется окно трясется Трясется окно, трясется Серьезные люди Серьезные люди едут Причем из-за города Все сидения стеглые Сзади тоже И даже коврики здесь Custom made Тоже стеглые Как будто как продолжение сидения Прикольно Т Трясется окEN Трясется окного ell